здравствуйте сегодня пятница и в рубрике персональной мифологии я продолжаю тему эмоции на этот раз я хочу поговорить о таких может быть кому-то покажется странных понятиях как самость и существо и какое-то имеет отношение к эмоции дело в том что вот человек на мой взгляд представляет себя совокупность как минимум трех основных составляющих которые озвучены во многих духовных учениях традициях ну и которые большинство людей в общем-то внимательному и наблюдательному можно обнаружить что мы состоим из физического тела который весь свои потребности свое сознание свои своя энергия например затем мы состоим из скажем так эмоционального тела который тоже есть свое целое поле своя энергия свое сознание и своя даже материальная какая-то часть например которая изменяет нам там гормональный форму вызывает какие-то не в мире трансмиттер и так далее то есть есть и материальная основа но даже помимо того что это на физике отражается имеется некая своя энергия потому что эмоции всегда тоже и можно почувствовать как там тяжесть легкость жар холод то есть там тоже есть свое и мы можем также заметить что наши эмоции живут какой-то своей жизнью совсем не обязательно соответствующей физической жизни то есть вы можете физически быть прекрасном месте с прекрасным воздухом температурой комфортом но эмоционально вы будете там не часто бывает и наоборот если вы хорошие благоприятные эмоциональные там ситуации хороших там каких-то отношений которым очень нравится в общении вы можете быть в очень физически не там не самом лучшем месте но будете вполне себе эмоциональное чувство себя комфортно и третье это вот наше ментальное не побоюсь этого слова тела на то есть там тоже есть свои какие-то материальность стороны своя энергия свое сознание при этом люди очень сильно отличается у кого-то тело развита но не эмоции кого-то ум развит но не тело у кого-то эмоции разв fulfil ну не так далее и так далее и вот теперь вернемся к эмоциональному телу и также эмоциональная скажем так существу да то есть мы человек является по большей части эмоциональным существом то есть у него есть эмоции и эти эмоции они состоят из собственных эмоций, и эмоции бывают наведенных извне. То есть, если вы попадаете в круг людей, очень страдающих, им очень плохо, то и вам становится плохо, потому что у нас есть эмпатия. Или наоборот, вы попадаете в среду очень таких счастливых, радостных людей, и вам тоже как-то становится легче. То есть, мы живем очень многими наведенными эмоциями. И поскольку наши эмоции живут не в физической мере, а в эмоциональном мере, то состояние других эмоциональных людей, даже человечества, так или иначе будет на нас каким-то образом воздействовать. Но вот при этом воздействии у нас возможны два исхода. Первый исход. Мы полностью зависим от этих воздействий. Или причин этих воздействий, которые вызывают эмоциональные реакции. Это может быть и физическая причина, то есть, что мы восприняли через органы чувств. Звуки, образы, запахи, вкусы, прикосновения. То есть, некоторые нам могут нравиться и вызывать позитивные эмоции, некоторые нам не нравятся вызывать отрицательные эмоции. Точно так же можем среагировать на какой-то образ. Если кто-то смотрит на вас с отвращением, с презрением, то это вызывает тоже какую-то реакцию, возможно. Или, например, реакцию на чьи-то действия. Если кто-то пытается вам сделать что-то хорошее, у вас возникает хорошая реакция, если только не надоело. Кто-то пытается вам навредить, причинить боль, возникает другая реакция. И так же возникает реакция, например, на информацию или на чьи-то злые поздние, то есть, касается ментального какого-то воздействия. И поэтому во всех случаях возникает какая-то реакция, и очень часто многие люди считают, что пока это воздействие не прекратилось, или, по крайней мере, не компенсировано чем-то, невозможно не реагировать. Например, меня оскорбили и не извинились. Оскорбили несправедливо и не изменились. И вот я жду теперь, чтобы не изменились, иначе я буду все время чувствовать себя в какой-то негативе внутреннем. Или, например, меня обманули, не изменились. Или что-то у меня украли и не вернули. Или, например, что-то происходит, например, какая-то катастрофа, стихия, или война какая-то. То есть, я говорю, что пока война не закончится, я не могу расслабиться, к примеру, или быть счастливым, например. То есть, мы говорим, что пока внешние обстоятельства объективно не изменятся, наш субъект не может измениться. Как я могу там жить спокойно, если вот это, да? То есть, пока там, ну, допустим, кто-то говорит, пока не отомстил, или пока там не заставил признать свою правоту. Очень много причин таких для эмоционального страдания. И это как раз и есть тот случай, который, можно сказать, что мы являемся эмоциональным существом. Почему? Потому что наши эмоции реагируют на внешние стимулы, а потом они воздействуют на нас и контролируют нашу жизнь. То есть, мы из-за этих эмоций страдаем и физически, и ум наш может быть не в таком хорошем состоянии. То есть, причиняет реальные там уже какие-то душевные страдания. В каком случае мы говорим, например, самость? Самость означает, что я сам определяю свои эмоции. Они не зависят от внешних стимулов. Или даже если они среагируют на внешние стимулы, я могу быстро от них, от эффекта этого освободиться. Во-первых, для этого нужно понимать, что эмоции – это не я, это мое. То есть, у меня, как у человека, есть эмоциональное существо с материей, энергией, сознанием. И если я не отличаю этого от себя, то то, что переживает эмоциональное существо, начинаю переживать я. И здесь вот возникает вот такая интересная вещь, что если, например, я не вижу это эмоциональное существо, думаю, что это я переживаю, то, конечно же, я всю свою энергию вкладываю туда, и все сразу начинает драматизироваться. То есть, например, если я осознаю, что эмоции – это мое, но не я, тогда я говорю, что хотя бы у меня есть эмоция гнева. То есть, не я – гнев, а есть эмоция гнева. Но если я осознаю, что мое эмоциональное существо переживает, то я так и говорю себе, да, что я точно знаю, какие эмоции переживает сейчас эмоциональное существо. Сейчас она боится. Здесь она раздражается, здесь радуется, здесь печалится. Но я всегда как бы смотрю уже на эмоциональное существо глазами души и с точки души. И тогда душа может помочь эмоциональному существу. И оно не будет зависеть от внешних стимулов, иначе эмоциональное существо перехватывает управление, и тогда мы полностью, что чувствует эмоция, то и мы чувствуем. То есть, если эмоциональное существо несчастное, то и мы становимся полностью несчастными. Хотя, вспомним, о чем говорилось, эмоции иллюзорны. То есть, мы можем вообще категорически ошибаться о происходящем. И, в общем-то, переход от существа к самости состоит в том, что человек сам начинает определять свое настроение. Он не зависит от того, изменятся ли объективные какие-то факторы, или воздействия, или внешние провокации, или не будет ждать, что кто-то извинится, или изменит поведение, или признает правоту. Человек начинает определять свои эмоции абсолютно, как говорится, сам. И здесь, конечно же, чаще всего человек освобождается от гнета приобретенных эмоций, то есть страха, гнева, скорби, озабоченности, и начинает проявлять уже какие-то свои врожденные эмоции в виде доброты, спокойствия, веры, мудрости, чести и достоинства, и так далее. И поэтому человеку очень важно сделать этот переход от существа, то есть если он продолжает оставаться эмоциональным существом, он попадает в зависимость от эмоций, которые тоже хотят свои стимулы, свои способы жизни. И когда они контролируют нас, то, конечно же, мы попадаем под очень жесткий пресс, и тогда мы видим действительно мир либо как океан страданий, либо как очень такой неустойчивый и имеющий очень-очень много причин, чтобы спровоцировать нас на то, чтобы быть несчастным. Но если мы становимся самостью, то есть я осознаю, что у меня есть эти эмоции, они мне нужны, они меня мотивируют, заряжают, подвигают, но они мной не управляют, они мной не контролируют, тогда я осознаю всегда, в каком состоянии находится это эмоциональное существо, но сам являюсь эмоциональностью уже самостью. Потому что я не позволяю никаким внешним эмоциям контролировать мои эмоции и не позволяю эмоциям захватывать меня. Если это происходит, то тогда любая эмоция становится просто некой такой энергетической волной, которая приходит, проходит, уходит, проживается. И я могу жить в полноте чувств, что добавляет мне, кстати, какой-то страсти и богатства жизни, но при этом я уже не попадаю под уловки, провокации. И у меня нет никаких причин к тому, чтобы жить, быть несчастным. Наоборот, человек непрерывно ощущает богатство, красоту и возможность этих жизней, то есть фактически становится счастливым. Например, в буддизме, говорится, достигает нирваны. То есть нирваны не достигается, изменив весь мир и убрав все раздражающие факторы, все там какие-то. Это достигается внутри самого человека. Человек говорит, я не могу изменить мир, но могу изменить свою реакцию. И могу выйти из зависимости от своего эмоционального состояния. То есть тогда мы и говорим, что человек осознает свои эмоции, он их не зажимает, не подавляет, просто проживает. Он не драматизирует их. И тогда проявляется та светоносная сущность, которая является основой эмоций человека и перестает, как говорится, реагировать теневым образом. Потому что существо, оно очень склонно как раз к проявлению теневых эмоций, а самость, она тогда, скажем так, имеет возможность чувствовать на уровне души. И тогда все становится радостным и прекрасным. Вот это то, что хотел сказать сегодня. На этом пока все. Спасибо и до новых встреч.